Здесь внутри храма, под спудом, находится могила Николая Ивановича Скулябина, известного мецената, трижды мэра города Вологды. Где она расположена, точно сейчас неизвестно. В советские времена не пощадили и этот веденский храм. Все, что от него уцелело, часть каменной ограды и единственный Никольский предел в полуразрушенном виде. Этот зимний храм над прахом своих родственников на собственное средство и возвел Николай Иванович Скулябин. В нем и был похоронен. Сохранились планы всего комплекса. Веденский храм был огромен. Собственно, он и дал имя окружившему его Веденскому кладбищу. Мы тренировки похода устроили и решили проезжать мимо этого места храма. Приехали, узнали, что здесь храм Николая Чудотворца. Уйти не смогли, поскольку территория была загажена, сердце болело. И сделали здесь субботники регулярными. Как у нас какой-нибудь поход. Поход был посвящен всегда одному из людей, кто лежит здесь на кладбище. Работа над восстановлением храма теперь выйдет за рамки простых субботников. Буквально на прошлой неделе здесь был образован Веденский приход. Это значит, вместе с церковной жизнью в храм придут и реставраторы. В первую очередь нужно провести противоаверийные работы. Убрать заросли, убрать подсос воды с грунта в стены, откопать, понизить уровень изнутри, снаружи. И сделать какие-то временные кровли. Закрыть периметр, чтобы туда не лезли люди. Необходимо выяснить для начала статус этого места и в чьей собственности оно находится. То есть это еще неизвестно? Ну, вероятно, это муниципальная собственность. Место имеет признаки памятника культурного значения, местного оригинального характера. Эти стены хранят немало городских легенд. По одной из них примерно в 1924 году храм был отдан обновленцам, приверженцам церковного течения с коммунистическим уклоном. Настоятелем стал отец известного писателя Варлама Шаламова Тихон Шаламов, ранее служивший в Софийском соборе. Но после того, как он изменил свои взгляды, русская православная церковь его отвергла. У стен Николаевского храма Тихон Шаламов и был похоронен вместе со своей супругой. Рядом могилы не менее легендарных личностей. Удовольство при наименьшей затрате капитала принести, возможно, большую пользу большинству населения. Эти слова Христофора Леденцова были выбиты на памятнике над его могилой. Принцип, которому еще один известный вологодский меценат следовал всю жизнь. Главная заслуга, по примеру Нобеля, он создал свой фонд. По сути, вся российская наука того времени строилась за его счет. Циолковский, Вавилов, Павлов, Лебедев, Вернанский. Всех этих маститых ученых Христофор Леденцов свое время поддержал в самом начале пути. Но его могила, впрочем, как и все, в Веденское кладбище сегодня требует ухода. Я считаю, что на кладбище должно быть как можно меньше деревьев, особенно старых. Они очень опасны для людей, а самое главное и для оградок, потому что они падают, разбивают надгробия, они ломают оградки. Поэтому пристального внимания сейчас требует вся территория кладбища. Волонтеры будут рады любой помощи. Уже открытый отдельный счет для пожертвований на восстановление Никольского храма. Реквизиты размещены в группе нашего телеканала ВКонтакте. Евгения Кашинцева, Игорь Трифонов, Время новостей.